Также из плодов, которые выходят из веры, что Аллах посредством веры, во-первых, отдаляет от тебя всякое зло, как на этом свете, так и в мире вечном, а также защищает тебя от этого зла, как на этом свете, так и в мире вечном. И поэтому Аллах отведет от них разные козни шайтанов, то есть из шайтанов самих и из людей, подобных этим людям. Аллах защищает верующих людей, те, кто верует в Аллах, те, кто изучают книгу Аллах, сунну посланика, они свои песенки поют, этих людей Аллах будет защищать. Поэтому вам кажется, что какие-то напрягают, почему-то и шумит. Это все делается специально. В первую очередь это делают шайтаны, которые внушают им это делать, и затем люди, которые являются такими же шайтанами. И когда мы все это время с вами говорили про людях, у которых нет ничего общего с исламом, вот, аль-хамду-ля, из милости Всевышнего Аллаха Субхан Таля, быть может, когда это для вас это было что-то, то есть о ком-то сиральш там говорит и непонятно кто, аль-хамду-ля, что Аллах Субхан Таля вам показал их, какие они есть, и это только-только малая часть, малая часть того, что есть у этих людей из страшных заблуждений. Поэтому, как говорят ученые, что ничего у рафидизма общего абсолютно с исламом нет, абсолютно. Рафидизм это одна религия, ислам это совсем-совсем другая религия, в Аллаху мустаану. Поэтому Всевышний Аллах Субхан Таля говорит, Шайтан не сможет ничего сделать действительно верующим людям, которые уповают на своего Господа, которые уповают на своего Господа. Поэтому смотрите, у нас есть что? У нас есть три вида домов. У нас есть дом, который укреплен сильными стенами, вокруг него камеры, охрана есть, собаки внутри охраняющие и так далее. Разве вор залезет в подобный дом? Залезет или не залезет? Не сможет, даже если постарается, не сможет, так или не так. И есть у нас что? У нас есть дом обычный, среднестатистический дом, и это то, что захотел бы обворовать шайтан. Поэтому посланник Алис Саратусом описал шайтана таким образом, что шайтан вот к таким людям, хорошо, то есть приходит. Люди, которые, то есть у них есть что-то из веры, они веруют в Аллах, совершают грехи, может быть, где-то упущение у них есть, может быть, не все уаджибаты выполняют и так далее, обязательные вещи, предписанные Всевышним Аллахом, но то есть в них есть благо, в них есть вера. Вот к этим людям приходит шайтан. Что касается обладателей полноценной веры, которые отстраняются от грехов, которые совершают все обязательные вещи, стараются совершать желательные и так далее, к этим людям шайтан не сможет подойти. И остается у нас третья категория людей. Это люди неверующие, это последние нечестивцы и так далее и тому подобное. Что касается этих людей, почему мы не видим, что христианам какие-то наущения бывают? Почему мы не видим, что арафидитам наущения бывают? Почему мы не видим, что к иудеям приходят и шайтан наущает? Сказал, что что? Говорит, это один из алалим, не хотис, это слова шейхли сам, алалим. В любом случае, говорит, что зачем шайтану ветхий вот этот рухлый дом? Зачем? То есть разве что воришка, который увидит руины, полезет в эти руины искать хорошо камешки собирать? Никто не пойдет, так или не так. То есть зайдет туда, куда он примерно сможет пробраться и где он сможет хоть что-то себе забрать. Поэтому полностью оснащенный всей этой техникой дом, а это верующий человек. И бейт-эль-Хариб, то есть тот дом, от которого смысла нет ничего-то оттуда. Не своруешь, может быть, тухлую еду или же повешенную крысу в холодильнике и так далее. Валлаху муста.